всем добрый день мы начинаем сегодня наш вебинар введение в ароматерапию меня зовут галина колосова а пожалуйста поставьте плюсики в чат как меня слышно если меня слышно поставьте пожалуйста плюсики в чат если все нормально а и так я представлюсь еще раз меня зовут галина колосова я провизор выпускница первой московской медицинской академии имени сеченова также я психолог консультант я преподаю ароматерапию где-то уже порядка 8 лет начинала я в центре ароматерапии ирис позже обучалась в институте психологических технологий обучалась ароматерапии у различных специалистов российских французских чешских вот и на этом вебинаре я дам различные практические рекомендации по поводу использования эфирных масел в разных сферах нашей жизни и так значит что такое у нас ароматерапия ароматерапия это метод нетрадиционной медицины метод такой достат достаточно объемный да потому что очень много людей ну скажем так имеют до некоторое представление об ароматерапии вот но при этом это представление достаточно поверхностная да то есть большинство людей например знает даже томогу лампу с маслами можно принять ванну с маслами вот но например мало кто знает что эфирные масла можно использовать в кулинарии в той же что с эфирными маслами например можно делать духи вот что эфирные масла можно добавлять в домашнюю косметику работы примерно вот и сегодня мы поговорим о трех аспектах применения эфирных масел первый аспект это здоровье да то есть мы поговорим о том как мы можем использовать масла для профилактики для лечения простудных заболеваний а также мы поговорим о косметологии о том какие масла мы можем использовать для каких типов кожи вот и поговорим про психоэмоциональную сферу то есть о том как с помощью эфирных масел мы можем стабилизировать наше психоэмоциональное состояние если допустим нам нужно расслабиться да какие масла нам в этом помогут если нам нужно допустим привести себя в тонус да какие масла мы здесь можем использовать об этих трех аспектах мы с вами сегодня поговорим значит и так где сейчас мы используем эфирные масла ну во первых ну такой скажем так самый очевидный способ это эфирные масла для здоровья самая очевидная область применения потому что на самом деле в нашем организме нет таких органов и таких систем на которые мы не могли бы воздействовать эфирные маслами да то есть например если взять ту же иммунную систему до для укрепления иммунитета можно использовать эфирные масла если есть какие-то проблемы с пищеварением допустим какие-то отравления может быть плохо переваривается пища что-то такое да то здесь можно принимать эфирные масла внутри да для того чтобы стабилизировать это также опорно-двигательная система если есть какие-то Допустим, проблемы с суставами, проблемы со связками. Например, вы занимаетесь фитнесом, и у вас бывают какие-то растяжения периодически. Здесь тоже можно поработать с эфирными маслами. Очень эффективно использовать эфирные масла для коррекции веса. Если есть лишние килограммы, то с помощью определенных эфирных масел, с помощью косметических процедур мы можем достаточно эффективно эти килограммы убирать. Например, у меня не так давно был мастер-класс именно по коррекции фигуры, когда одна участница у меня за двухчасовой мастер-класс потеряла порядка 6 килограммов веса. При том, что она ничего особенного не делала, просто это было обертывание с эфирными маслами под пленку. Она просто спокойно сидела, пила чай. И спустя какое-то время мы померили ее талию, и оказалось, что она сбросила порядка 6 килограммов лишнего веса. Здесь тоже очень здорово использовать эфирные масла. Второй аспект, о котором мы сегодня поговорим, это косметология. В косметологии тут есть тоже свои нюансы на самом деле. Очень часто девушки совершают такую ошибку, что, например, начинают добавлять эфирные масла в магазинную косметику. Это неправильно, потому что магазинная косметика содержит достаточно реагентоспособные вещества, например, всякие консерванты, какие-то действующие вещества химического происхождения, которые при взаимодействии с эфирными маслами могут дать какие-то нежелательные химические реакции. Поэтому, что касается косметологии, эфирные масла мы добавляем в косметику, мы можем добавлять их в шампуни, мы можем добавлять в крема, но это должны быть средства, которые вы приготовили своими руками. То есть, если вы, допустим, берете что-то покупное, то лучше не рисковать. Вообще, в косметологии, где используются эфирные масла? Для лечения волос очень хорошо использовать. Причем, если волосы выпадают, например, как у мужчин, так у женщин, например, волосы могут выпадать в результате стресса, например, тоже можно поделать маски с эфирными маслами для укрепления корней. Если, например, волосы секутся у кончиков, тут будут совершенно другие масла, другие маски уже тоже. Если слабые ногти, допустим, если есть какие-то проблемы с кожей, то мы здесь можем тоже поработать маслами. Следующий такой большой блок – это аромапсихология. Психологи, все больше психологов в Москве, в России, скажем, начинают использовать эфирные масла в своей практике. Потому что эфирные масла позволяют, во-первых, очень точно определить текущее эмоциональное состояние человека. То есть, например, если перед приемом сделать человеку аромодиагностику, сделать ему методику аромокод, то можно очень точно узнать, в каком состоянии человек пришел, что с ним сейчас. То есть это работает лучше, чем любые психологические тесты. Затем очень хорошо, допустим, в семейном консультировании очень хорошо использовать парные ароматы, например. Если, допустим, не складываются отношения в паре, то очень здорово сделать аромат, который будет нравиться и мужчине, и женщине, чтобы они его использовали в каких-то интимных ситуациях. Допустим, для массажа, для ванн, для ароматизации помещения. Это один из таких, скажем так, очень ресурсных направлений в аромопсихологии. Также натуральные эфирные масла являются афродизиаками, и опять-таки в парных отношениях мы тоже можем их использовать для этой цели. Также мы можем делать духи с эфирными маслами, причем не просто духи, чтобы там, допустим, был какой-то красивый аромат. А мы можем сделать духи, которые будут корректировать какие-то определенные эмоциональные проблемы. За счет того, что у нас эфирные масла все так или иначе воздействуют на психоэмоциональную сферу, то мы можем, допустим, делать духи для расслабления. Или наоборот, допустим, если вы чувствуете такое, что на работе вы устаете, то вы можете, наоборот, сделать духи для поддержания своего эмоционального состояния, для поддержания своей энергетики на высоком уровне. Вот это у нас аромопсихология. Значит, следующее – это эзотерика. Эзотерика и различные тоже нетрадиционные системы медицинские. Где используются? В астрологии. Астрологи достаточно часто подбирают эфирные масла именно по натальной карте, по дате рождения. Здесь тоже есть свои методики. В фэншуй, в васту используются. Используются эфирные масла для активации, для работы с той или иной сферой в нашем доме. Также можно использовать эфирные масла в литотерапии. Есть специалисты, которые работают с энергетическими центрами с помощью камней и эфирных масел совместно. Тоже очень интересные здесь техники. Айорведа, опять-таки. Кто работает на приборе Веда Пульс, те знают, что есть такая вкладочка. Эфирные масла, когда по результатам прохождения тестирования можно порекомендовать пациенту те или иные масла для коррекции каких-то его проблем текущих. Следующее направление – это аромадизайн. Что такое аромадизайн? Аромадизайн – это направление, когда мы работаем с большим количеством людей. Допустим, у нас есть какой-то магазин. У нас есть офис, где работает большое количество людей. У нас есть салон красоты. И, допустим, нам нужно создать оптимальное психоэмоциональное состояние в этом помещении. И в зависимости от цели, допустим, если поднять в магазине продажи, это будет одна композиция. Если сделать так, чтобы клиентки салона красоты расслаблялись, чувствовали себя комфортно, это будет другая композиция. Если мы хотим повысить работоспособность работников офиса, то это будет третья композиция. То есть это у нас направление, это аромадизайн называется. Ну и последнее, скажем так, я его объединила под названием «Уют в доме». Это когда мы используем эфирные масла в быту. То есть мы, допустим, дезинфицируем с помощью масел какие-то поверхности. Мы делаем с маслами какие-то средства бытовой химии, чтобы они были не вредные, не токсичные. То есть вместо химических компонентов мы заменяем эфирными маслами. Мы добавляем в еду эфирные масла. То есть если у нас масла высокого терапевтического качества, то мы можем добавлять их в еду. Например, очень хорошо добавлять в чай, добавлять в кофе, добавлять в коктейли какие-то. Или, допустим, если вы готовите какое-то блюдо, которое вам уже поднадоело, допустим, вместо специй, вы можете добавить капельку эфирного масла. Но здесь очень важно понимать, что эфирные масла мы используем в гомеопатических дозировках. То есть у нас эфирные масла при приеме внутрь нужно относиться к ним как к гомеопатии. То есть начинать с одной капли на человека в день, скажем так. Если все нормально, то можно увеличить до трех капель. То есть больше трех капель эфирного масла в день внутрь не рекомендуется. Что очень важно, на какой важный момент нужно обратить внимание. Если вы активно начинаете использовать эфирные масла, то нужно обязательно много пить. Я об этом еще скажу, потому что при приеме эфирных масел не только внутрь, но даже на кожу, даже если мы вдыхаем, то их компоненты так или иначе накапливаются в нашем организме. Это первое. И второе. Эфирные масла являются очень мощными детоксикантами. То есть они выводят все шлаки, все токсины, все загрязнения, все, что есть ненужного в нашем организме. И для того, чтобы этот процесс пошел более активно, обязательно нужно пить воду. Чем больше, тем лучше. Вот минимум полтора литра в день воды. Итак, почему вообще рекомендуется заниматься ароматерапией именно женщинам? Почему это такое, скажем так, это интересное хорошее хобби для женщин может быть? Во-первых, это здоровье для нас и для нашей семьи. Потому что если мы начинаем активно пользоваться эфирными маслами, то через какое-то время мы замечаем, что мы перестаем болеть. Либо простудные заболевания проходят не так тяжело, не так сильно, как раньше. То есть по себе я могу сказать, что до того, как я начала заниматься ароматерапией, я достаточно тяжело болела. То есть у меня были разные ангины. Если я заболевала, то это было надолго, где-то на месяц. Сейчас я просто об этом уже не помню, потому что эфирные масла настолько эффективно повышают работу нашей иммунной системы, что просто если их постоянно использовать каждый день, то вы забудете о том, что такое вообще простудные заболевания. Как именно, какие способы здесь будут эффективны, об этом я вам еще обязательно расскажу. Также ароматерапия – это некая возможность личностного роста. Потому что когда вы начинаете изучать эфирные масла, вы понимаете, насколько эта тема всеобъемлющая, насколько она широкая, насколько она интересная. Я уже 10 лет в этой теме и все время нахожу какие-то новые нюансы, какие-то новые моменты. То есть эта тема неисчерпаема на самом деле. Также это неограниченные возможности для творчества, потому что с эфирными маслами можно создавать новые блюда, можно создавать косметику для себя, для своих близких, можно делать духи, то есть все, что угодно. Можно составлять какие-то композиции для аромалампы для помещения. То есть здесь тоже очень-очень много интересного. Также на этом пути обязательно встречаются друзья и единомышленники. Вы получаете радость и удовольствие от использования качественных эфирных масел. И при желании даже можно получать дополнительный доход. Так, идем с вами дальше. Значит, теперь мы поговорим о ключевых моментах, таких как качество эфирных масел, во-первых. Это первое, да. И второе, о чем бы я тоже хотела вас, скажем так, предупредить, предостеречь, да, это очень важно. То, что сейчас в интернете, в каких-то открытых источниках, очень-очень много непроверенной информации по романтерапии. То есть очень много каких-то рецептов, да, допустим, где масла могут противоречить друг другу по своему какому-то, допустим, лечебному действию. Например, в одной композиции может встретиться масло, повышающее давление, понижающее давление, да. Допустим, там какая-то тонизирующая композиция, в ней взаимоисключающие масла. Вот. Или то же самое для кожи, да, какие-то рецепты. То есть мне встречались, где масла, допустим, одни масла для жирной кожи, одни для сухой кожи, и все это в одном рецепте, да. То есть очень много вот этих вот статей, они являются заказными, их пишут журналисты, да, и они не, скажем так, они написаны непрофессионалами из-за того, что тема очень востребована, из-за того, что, скажем так, тема романтерапии, она вообще очень на слуху, вот. Но профессионалов, ну, по крайней мере, про Москву могу сказать, да, потому что я сама живу в Москве, вот, профессионалов в этой теме можно пересчитать по пальцам, вот, но при этом очень много людей, которые якобы считают себя профессионалами, но при этом никогда не держали в руке профессиональных сферных масел, никогда ими не лечили, да, и не понимают, как вообще все это работает. Вот, поэтому я хочу вас здесь немножко предостеречь именно от непроверенных источников информации, да, то есть здесь нужно очень четко понимать, вообще, какие авторы заслуживают доверия, да, каких читать не стоит. Значит, итак, да, итак, о качестве эфирных масел. Значит, очень важный момент, вообще, в ароматерапии едва ли не ключевой на самом деле. А почему? Потому что под названием эфирное масло чего только не продают. Вот, и как правило, 90-95% из этого фальсификаты. То есть, если вы зайдете, допустим, в аптеку, вот, то вы увидите какие-то флакончики в коробочках, которые будут стоить там 150 рублей, 200 рублей, может быть, 300 рублей, вот. И я хочу, чтобы вы понимали, что это к эфирному маслу, да, к профессиональному, к настоящему, к нормальному эфирному маслу не имеет вообще никакого отношения. Вот, то есть, масла для профессиональной ароматерапии, масла для лечения, те масла, которые вы будете использовать, которые попадут вам в кровь, вот, ни в коем случае нельзя покупать в аптеках, нельзя покупать по интернету в каких-то непроверенных магазинах, вот. Нельзя покупать там, где нет тестеров, да, то есть, там, где нет возможности понюхать эфирные масла, чтобы вы могли оценить запах. Вот, то есть, чем больше вы знаете о том эфирном масле, которое вы покупаете, на самом деле, тем лучше. Значит, если вы не профессионал в ароматерапии, я дам вам несколько ключевых моментов, как можно оценить качество эфирных масел именно, если вы держите в руках флакончика, вы не знаете, хорошее это масло или нет, хорошее это фирма или нет. Значит, на что здесь нужно смотреть, на что здесь обращать внимание. Во-первых, это темно-коричневое стекло, да, то есть, натуральные, настоящие эфирные масла ни в коем случае не продаются в флакончиках синего стекла, зеленого стекла, желтого, еще каких-то других цветов, да. Очень часто, если приехать куда-то в Египет, в Объединенные Арабские Эмираты, например, вы там увидите, да, то, что в таких ярких, красивых цветных флакончиках продается что-то под названием эфирное масло. Вот, ни в коем случае это нельзя использовать именно для медицинских целей, а потому что именно темно-коричневое стекло, оно препятствует разрушению эфирного масла. Вот, стекло всех остальных цветов, оно не будет этого делать, да, то есть, все, что находится на бутылочке, оно будет разрушаться постепенно. Значит, второе, второе, это надпись, да, то есть, должна быть надпись на языке страны-производителя, натуральное, стопроцентное эфирное масло. Вот, именно так, да, то есть, не натуральное эфирное масло, не просто эфирное масло, а именно стопроцентное натуральное эфирное масло. То есть, вот это вот, стопроцентов, и вот эти вот три слова обязательно, они должны присутствовать на бутылочке. Третье – это название по латыни, потому что если нет названия по латыни, то вы не поймете, какими свойствами вообще обладает данное эфирное масло, потому что из одного растения, допустим, из ромашки, можно получить разные варианты эфирного масла. Допустим, есть ромашка голубая, есть ромашка аптечная, есть ромашка римская, и все это будут совершенно разные эфирные масла. Следующее, на что нужно обратить внимание, особенно если вы покупаете масло в каких-то европейских странах, это не должно быть на упаковке оранжевый квадрат с черным крестом. То есть, если такая маркировка есть, то это говорит о том, что это не эфирное масло, а некое средство, предназначенное для целей бытовой химии. То есть, так в европейских странах маркируют эфирные масла, которые не являются эфирными маслами, которые можно использовать в быту. То есть, например, там, я не знаю, добавлять в средства для мытья посуды, добавлять в средства для мытья полов, но ни в коем случае этого нельзя делать для лечения. Например, если вы посмотрите в аптеках, повсеместно известная компания Stix, которая стоит почти во всех аптеках нашей страны, они раньше ставили вот эту маркировку на свои эфирные масла. Вот, но сейчас, к сожалению, в Европе это соблюдается, да, но когда стиксовские масла попадают к нам из-за границы, вот, то эти этикетки переклеиваются, и мы уже не видим вот этой вот маркировки. Либо заклеивается сверху штрих-кода так, чтобы люди этого не увидели. Вот, если вы такое увидите, вот, знайте, что это не эфирное масло. Так, следующее. Что вы еще можете сделать, если вы откроете флакончик, если вы принесете его домой, вот, то это запах, да. То есть, здесь нужно понимать, что запах должен быть тонким, запах должен быть ровным, и запах должен раскрываться постепенно, да, то есть, он не должен быть резким, он не должен бить в нос, вот, и он должен меняться, да, как духи. То есть, если у вас нормальное, хорошее натуральное эфирное масло, если вы его капните, допустим, на бумагу, вот, то сразу после того, как вы накапали, это будет один запах, через 15 минут это будет другой запах, через полчаса это будет третий запах, то есть, он будет меняться, да, в нем будут выступать на первом месте разные нотки, да, то есть, нормальное эфирное масло, там есть и компоненты верхних нот, и средних нот, и нижних нот, да, то есть, нужно понимать, что запах, он будет меняться постепенно. Вот, значит, опять-таки, по поводу определения качества, в интернете достаточно много мифов на эту тему, то есть, когда, допустим, пишут, вы капните эфирное масло на бумагу, если оно настоящее, оно должно улетучиться без остатка. Вот, на самом деле, это неправильно, потому что как раз без остатка улетучиваются вот эти вот химические растворители, да, то есть, улетучиваются вот эти химические вещества. Вот, а если вы капните настоящее эфирное масло, то очень часто остается пигментированное кольцо, потому что в состав эфирных масел многих входят пигменты, например, таких масел, как ромашка, цитрусовые масла, допустим, апельсин, димон, лайм, то есть, они могут оставлять пигментированное кольцо. Вот, они не будут улетучиваться без остатка. Ну, и понятно, что когда вы понюхали эфирное масло, то, естественно, не должно быть каких-то технических примесей, да, в запахе. То есть, не должно пахнуть какой-то химией, ацетоном, спиртом, то есть, если вы открыли флакончик, да, и что-то такое вот резкое ударило вам в нос, то, скорее всего, это не эфирное масло. Так, следующее, на что мы смотрим, это объем флакона. Как правило, эфирные масла не фасуют в большие объемы никогда. Если мы говорим, допустим, об очень дорогом эфирном масле, например, такие масла, как масло розы, масло ириса, масло лотоса, масло жесмина, масло гиацинта, то такие масла, как правило, фасуются в объемы по одному, по два миллилитра, и они достаточно дорого стоят. То есть, как правило, вот эти вот все цветочные масла, стоимость начинается где-то от, ну, если в Москве, то это где-то от двух-трех тысяч. То есть, соответственно, если вы видите масло жесмина, у которого будет фасовка 5 миллилитров, и стоит оно будет рублей 500-600-700, вот, то, скорее всего, это будет фальсификат, вот, либо это будет масло какого-то очень-очень низкого качества. Если брать масла какой-то средней ценовой категории, например, масло ладана, да, ну, оно достаточно дорогое, вот, но в то же время не очень дорогое, вот, то такие масла будут стоить где-то, ну, если в долларах, да, от 60 долларов за флакончик, вот, к примеру, да, от 60, от 70 долларов за флакончик где-то от 10 миллилитров, вот. Вот, самые дешевые масла у нас это цитрусовые масла и хвойные масла. У них цена может быть где-то от 10, от 15 долларов за флакончик где-то 15 миллилитров. Вот, соответственно, вот три, как правило, как правило, 4 фасовки, да, в Америке еще иногда используют фасовку 15 миллилитров, в Европе, в России она, как правило, не используется. Вот у нас обычно фасовки 5 на более дорогие масла 10 на более дешевые и 1 миллилитр на эксклюзивные, на самые дорогие эфирные масла. Вот, это что касается стоимости и объема, да, чтобы вы понимали. То есть стоимость эфирного масла, она не может быть низкой в принципе. Из-за того, что на производство одного флакончика эфирного масла уходит иногда десятки килограмм растительного сырья, да, то есть, например, на флакончик одного апельсинового масла уйдет где-то около 50 килограмм вот этой вот апельсиновой кожуры, да, то есть вы понимаете, да, что это очень много. Если говорить о каких-то таких маслах, как розмарин, лаванда, да, например, то вы можете пойти в аптеку, да, и посмотреть, сколько стоит трава, да, сколько стоят лекарственные растения, например, сколько стоит трава мяты, да, то есть она не будет стоить 3 копейки. Вот, а на производство одного флакончика ее уходят многие сотни килограмм. Соответственно, если учесть, да, тот факт, что у нас в России не производится, как правило, эфирные масла, а все они поступают из-за границы, вот, то прибавляете к этому какие-то таможенные пошлины, прибавляете расходы на перевозку, на растаможку, вот, и получается, соответственно, достаточно высокая цена. Поэтому, если вы видите, да, в аптеке стоимость порядка, там, 100, 150, 200, 300 рублей, вот, то вы смело можете сказать, что это фальсификатор, потому что настоящие масла столько стоить не смогут. Итак, значит, несколько фирм-производителей, да, которые более или менее заслуживают доверие, вот, которыми я пользуюсь сама, вот, что, в принципе, можно покупать, да. Ну, самая моя любимая компания – это Доттерра, да, американские эфирные масла. Это масло качества так называемого CPTG, да, когда масло проходит сложную многоступенчатую проверку на качество, то есть, когда, буквально, начиная с того момента, как растение растет, вот, и до того момента, как масла разливаются во флакон, вот, проводится очень много тестирований, очень много исследований, и если хоть какое-то малейшее отклонение от стандартов качества, то такое масло забраковывается. Следующая компания – это чешские масла «Карилхадек», да, значит, сейчас они распались на две компании, это компания «Аток» и компания «КХ», вот, обе эти компании, в принципе, масла можно покупать. Так, Великобритания, да, если кто-то ездит в Великобританию, то рекомендую обратить внимание на компанию «Ашатхи», тоже очень хорошие эфирные масла. Значит, в России есть компания «Ирис», у них достаточно завышены цены, но масла неплохие. Ирисовские масла можно встретить даже в аптеках, они там бывают, вот, если вы увидите такую маркировку, а у них белое с зеленым, то, в принципе, тоже можно покупать масла неплохие. Так, Вивасан, австрийские масла, вот, не самый лучший вариант, есть и лучше, но, в принципе, тоже можно пользоваться. Вот, и из украинских царств ароматов, я здесь не рекомендую покупать как таковые эфирные масла, но у них очень хорошие цветочные воды и гидролаты, достаточно хорошая косметика на растительной основе, вот, содержащие какие-то растительные экстракты. Так. Следующий момент, о котором я бы хотела вам рассказать, это хранение эфирных масел. Вот, потому что многие совершают такую ошибку, да, что держат, допустим, масло в ванной, вот, держат где-то на свету, ни в коем случае этого делать нельзя, вот, либо держат около батареи. Значит, масла очень чувствительны к перемене температур, то есть лучше их не перетаскивать с места на место. Вот, лучше всего масла держать при комнатной температуре, но при этом в каком-то ящичке, в какой-то коробочке и в шкафу, вот, чтобы на них не падал солнечный свет. Цитрусовые масла в открытом виде можно держать в холодильнике, вот, ну, я обычно не держу, то есть я держу, как обычно, вместе со всеми маслами. Значит, что снижает сроки хранения масел? Да, это свет, это тепло, это влажность, понятно. Значит, в целом большинство масел хранится 3 года после того, как вы открыли флакончик. Вот, кроме цитрусовых масел, цитрусовые масла после открытия хранятся полгода, вот, после чего их можно, выкидывать их не нужно, их можно использовать, например, в бытовых целях. Вот, масла абсолюты, да, то есть те масла, которые получаты методом экстракции храническими растворителями из лепестков цветов, вот, то есть это очень дорогие масла, это розы, это смины, это нероли, вот эти вот все масла, вот, они могут храниться практически неограниченно. А также практически неограниченно могут храниться масла смолы, такие масла, как ладан, сандал, мира, вот, они тоже могут храниться достаточно долго. Вот, всё остальное – это 3 года у нас. Так, следующее. Поговорим по поводу разведения эфирных масел. Значит, эфирные масла, как правило, если у вас нет опыта использования масел, либо опыт достаточно небольшой, да, то лучше всего разводить. Если вы уже наработали, да, некий опыт, если вы уже знаете, как применять масла, если вы уже активно используете их, если вы знаете, как они воздействуют на вашу кожу, вот, то в этом случае масла, например, по точкам, да, по точечному массажу, я чуть подальше расскажу, их можно будет и не разводить. Значит, в основном, как мы разводим эфирные масла? Эфирные масла мы разводим в базе, да, то есть мы берём базисные масла косточковые, например, масло виноградной косточки, масло оливковое, масло персиковое, какие-то другие масла, да, в них разводим. Также мы можем разводить эфирные масла в косметике, да, в косметических каких-то средствах, ну, допустим, шампуни какие-то, маски, бальзамы, вот во всём этом. Мы можем разводить масла в каких-то пищевых продуктах, допустим, чтобы вылить потом масло в ванну, вот, то есть обязательно в чём-то жирном, да, перед использованием мы разводим эфирное масло. Значит, классическая концентрация эфирного масла у нас – это 10-12 капель на 30 мл. Соответственно, это 2% получается. Эта концентрация, она используется, как правило, для взрослых людей, вот, где-то, скажем так, как, ну, такой средней массой, 60-70 кг, он же не использовал эфирное масло, соответственно, дозировку можно снизить. Также, если это ребёнок, если это пожилой человек, вот, опять-таки, мы тоже дозировку снижаем, да. Вот, если снизить 2 раза, это будет 1%, а 1% – это у нас 5-6 капель на 30 мл. Значит, 30 мл. что это такое? Я напомню, что это у нас 2 столовые ложки базисного масла. Так, следующее. Если вы хотите поработать с чем-то локально, да, допустим, если на лице есть сосудистые звёздочки, да, если есть какие-то выступающие вены на ногах, то есть вам не нужно воздействовать маслом на весь организм, вот, вы хотите поработать именно с поражённым, да, с каким-то больным местом, вот, то здесь вы берёте 3%, 3% – это 15-16 капель на 30 мл. Соответственно, есть и более высокие концентрации, но если, как бы, вы начинающий в эроном терапии, вот, то лучше их не делать, то есть лучше ограничиться вот этими вот тремя разведениями. Так, значит, что очень важно, о чём следует помнить при использовании эфирных масел. Значит, большинство масел в чистом виде вызывает лёгкое покраснение, вызывает жжение кожи. Это естественная реакция, и она проходит в течение 1-2 минут. Если кожа чувствительная, как я уже сказала, то чистые масла лучше не наносить на кожу. Соответственно, если вы берёте какие-то жгучие масла, если вы берёте масла пряности, масла специи, такие масла, как чёрный перец, розмарин, например, чабрец, то есть масла тех растений, которые мы используем в пищу, да, то они жгучие. Вот, и их обязательно нужно разводить, но в чистом виде их на кожу наносить нельзя, даже для точного массажа. Также не рекомендуется, да, я уже сказала, наносить на кожу сильно действующие эфирные масла. Значит, что делать, если вдруг случайно эфирное масло попало в глаз? Значит, большая ошибка – это сразу кидаться и промывать глаз водой, потому что от воды станет, как правило, ещё хуже. Если попало эфирное масло в глаз, соответственно, в глаз нужно капнуть любое растительное, любое жирное масло, типа персикового масла, подсолнечного масла, оливкового, любой, какой есть под рукой. Вот капельку любого жирного масла капните в глаз. Жирное масло вместе с эфирным, оно не будет уже так сильно жечь и нейтрализует его действие. Так, значит, если вы склонны к аллергическим реакциям, то, соответственно, до использования каких-то ароматерапевтических процедур рекомендуется провести тест на чувствительность. Как он делается? Вы берёте эфирное масло и делаете 2% разведение. То есть вы берёте 10-12 капель эфирного масла, на 2 столовые ложки масла основы получаете 2% разведение. Вот, и наносите на внутреннюю сторону предплечья. Наносите на 12 часов. И всё это время вы наблюдаете, если каких-то негативных аллергических реакций. Соответственно, если появились, допустим, какие-то симптомы, типа пятна на коже, покраснение, чихание, кашель, насморк, то аллергическая реакция есть. То есть если ничего этого не появилось, то, соответственно, масло можно спокойно использовать. Кстати, очень часто на аллергические реакции жалуются те люди, у которых был негативный опыт использования фальсификатов из аптеки. То есть они говорят, нет, нет, я эфирные масла использовать не буду, потому что у меня на них аллергия. Как правило, аллергия была не на эфирные масла, скорее всего, а на те растворители, которые продавали под видом эфирного масла. Так, следующий момент – это фотосенсибилизирующие эфирные масла. То есть все цитрусовые масла, такие как масло лимона, масло грейпфрута, масло апельсина, масло лайма, масло петит грейна, обладают фотосенсибилизирующим эффектом. Что это такое? Это когда при попадании солнца на кожу, на которой нанесено эфирное масло, вы получаете что-то вроде солнечного ожога. То есть все вот эти цитрусовые масла не рекомендуется использовать в жаркую солнечную погоду, не рекомендуется использовать, допустим, если вы в отпуске. Вот, соответственно, если вы делаете какие-то процедуры с этими маслами, то рекомендуется до периода сильного солнца их закончить. Вот, даже имеется в виду и внутренний прием, вот, в принципе, любое использование. Даже если вы, допустим, делаете массаж не перед выходом на солнце, а за день до, допустим, выхода на солнце. Вот, тем не менее, не рекомендуется. Здесь нужно соблюдать некую осторожность. Так, значит, не следует применять одни и те же эфирные масла больше трех недель. Значит, если вы используете масло больше трех недель, вот, то обязательно нужно делать перерывы, да, то есть цикл 21 день, потом хотя бы неделю нужно дать организму отдохнуть и вывести вот эти вот компоненты масел из организма. Вот, либо, если такой возможности нет, вот, то нужно менять эфирные масла. Так, следующее правило ароматерапии – это соблюдение дозировок. Я уже об этом сказала. Вот, если пожилой человек, да, лежачий больной, то берете от 1,3 до 1,25 дозировки для взрослых. Соответственно, для детей то же самое. Чем меньше ребенок, тем меньше должна быть дозировка эфирного масла. Так, что еще? Ну, действие эфирных масел неоднозначно в сочетании с лекарственными средствами, потому что, допустим, с гомеопатией эфирные масла не рекомендуется использовать, да, то есть гомеопатические средства и эфирные масла, они в сочетании нейтрализуют друг друга. Вот, если вы, допустим, используете гомеопатические, эфирные масла в сочетании с какими-то жаропонижающими, болеутоляющими, в сочетании с антибиотиками, то они будут усиливаться. Если вы используете эфирные масла в сочетании с лекарственными растениями, они тоже будут усиливать друг друга. Вот, только с гомеопатией не рекомендуется. Значит, в период беременности, да, использовать эфирные масла нужно очень осторожно. Вот, в первом триместре лучше вообще воздержаться от использования эфирных масел, кроме единственного эфирного масла, это масло розы. Вот, потом можно добавить еще несколько масел, такие масла, как нероли, ланх-ланх, ромашка, перуанский бальзам, вот, ну и масло сандала тоже можно использовать во время беременности. Вот, ни в коем случае при беременности нельзя использовать масла пряности, и специи, и жучьи масла, вот, потому что они могут оказать негативное воздействие на развитие ребенка. Так, следующее, о чем мы с вами поговорим, это способы применения эфирных масел. Значит, все способы применения эфирных масел мы условно можем разделить на две большие категории. Значит, первая категория – это локальные способы, вот, и вторая категория – это общие способы. Соответственно, локальные способы – это те способы, которые воздействуют точечно на какие-то зоны нашего организма. Соответственно, общие способы – это когда мы воздействуем на весь организм в целом. Итак, первый способ из локальных у нас – это полоскание горла и полость рта. Для этой цели мы берем одну-две капельки эфирного масла и, допустим, разводим в чем-то. Можно брать какие-то спиртовые растворы из аптеки. Вот, например, раствор календулы, раствор эвкалипта и так далее. Вот, где-то пол чайной ложечки капаете туда эфирные масла, выливаете полстакана теплой воды. Можно капать эфирные масла на соду или на соль, например, и тоже доливать теплую воду. Вот, то есть тут зависит от вас, как вам здесь больше будет нравиться. Так, значит, для чего используется этот способ? При заболевании десен, при заболевании зубов. Вот, ну и понятно, что это при заболевании горла тоже используется. Также при потере голоса, при осиплости голоса используется вот этот способ используется. Так, аппликации. Второй способ. Аппликации чаще всего мы делаем на десны, если у нас болят десны. Вот, мы делаем 3-5% разведение эфирных масел, наносим на ватку и, соответственно, делаем аппликацию на десну. Так, следующее. Следующее. Это смазывание слизистой оболочки полости рта и смазывание миндалин. Вот, используется обычно при простудных заболеваниях. Здесь мы делаем 3% разведение эфирных масел, вот, не жгучих, лучше всего брать такие масла, как чайное дерево, эвкалипт, какие-то хвойные масла, лаванду, вот, и, соответственно, точно так же, как мы смазываем горло раствором люголя, так же смазываем раствором эфирных масел. Так, следующий способ – это закапывание эфирных масел в нос. То есть мы можем сделать капельки с эфирными маслами. Для этой цели мы берем персиковое масло, для капель лучше всего использовать персиковое масло, одну чайную ложечку, капаем в нее 2-3 капли кефирных масел, таких масел, как эвкалипт, лаванда, чайное дерево, либо любые хвойные масла, из хвойных очень хорошо кипарис. Вот, и переливаем в какой-то пузыречек, вот, и закапываем в нос, то есть где-то 2 раза в день по 5-6 капель вот этой вот масляной смеси. Так, значит, в уши. В уши, как правило, мы ничего не капаем. Вот, в уши мы можем сделать ватные тампоны. При боли в ушах лучше всего использовать масло герани, то есть когда мы берем 2-3 капельки масла герани, наносим на ватку и помещаем в каждое ухо. Вот, так же при боли в ушах хорошо намазать чистым маслом герани вокруг ушной раковины. Так, что еще? Микроклизмы. Микроклизмы используются, как правило, при геморрое, вот, и при каких-то гинекологических заболеваниях. Когда мы берем 2-х процентное разведение эфирного масла, вот, набираем в клизму и, соответственно, используем. Так, следующий способ – это компрессы. Компрессы, как правило, используются при кашле, используются при заболеваниях суставов, при каких-то ранах, ожогах, травмах. Вот, компрессы можно делать на масле, компрессы можно делать на воде. Соответственно, если вы делаете масло, вы берете 2-х процентное разведение, соответственно, если вы берете компрессы на воде, то вы предварительно растворяете в чем-то эфирное масло, да, то есть либо что-то жирное, либо что-то спиртовое, и потом уже соединяете с водой. На компресс обычно, ну, смотря какая область поражения, то есть берете где-то, ну, может быть, четверть стакана воды, вот, и, соответственно, тоже старайтесь соблюдать даже то же самое 2-х процентное разведение. То есть если у вас полстакана воды, вот, вы берете на полстакана воды, вот, где-то порядка 7-8, 6-8, 7 капель эфирного масла. Вот, так, это что касается у нас компрессы. Следующий способ – это тампоны или тампонады. Используются женщинами, вот, как правило, для лечения каких-то гинекологических заболеваний. Вот, тампоны делаются то же самое, 2-х процентное разведение, вот, пропитывается либо покупной тампон, вот, либо тампон делается из марли, вот, вводится в влагалище, соответственно, где-то на 5-6 часов. Так, это у нас были локальные способы применения эфирных масел. Так, теперь мы с вами переходим к следующему слайду, вот, а именно к общим способам применения эфирных масел. Так, это тогда, когда мы воздействуем на весь организм. Значит, сюда у нас относятся 5 способов. Первый способ – это ванны с эфирными маслами. Второй способ – это массажи и изготовление массажного масла. Третий способ – это обертывание. Четвертый способ – это горячие и холодные ингаляции. Вот, и пятый способ – это духи. Вот, и сейчас мы по всем этим способам пройдемся подробно. Так, первый способ у нас – это ванны. Значит, как делается ванна? Перед принятием ароматической ванны мы делаем обязательно гигиенический душ. То есть, рекомендуется сполоснуться перед ванной с моющим средством, потому что после ванны мы обычно уже не споласкиваемся для того, чтобы компоненты эфирных масел наиболее полно усвоились нашим организмом. Эфирные масла перед тем, как добавлять в воду, необходимо растворить в эмульгаторе. Это может быть у нас что? Это может быть мед, молоко, сливки, йогурт, может быть кефир, то есть любой молочный продукт, может быть чашка морской соли, ну и спиртовые жидкости. Вот, соответственно, мы можем усилить при желании ингаляционное воздействие эфирных масел, то есть еще пару капель эфирного масла капнуть на поверхность воды. Значит, на одну ванну в среднем используется дозировка от 7-8 капель эфирного масла. Температура воды не должна быть очень горячей, то есть где-то она должна быть близкой к температуре тела, то есть порядка где-то 38 градусов. Вот, и не надо сидеть в такой ванне очень долго, то есть лучше сидеть 10-15 минут. Вот, из-за того, что идет очень активное воздействие на организм, вот идет нагрузка, соответственно, поэтому не нужно использовать горячую воду и не нужно долго сидеть. Значит, после ванной мы вытираемся, но не споласкиваемся. Ванной очень хорошо используют для лечения и профилактики простуды, при каких-то заболеваниях суставов, для снижения веса, вот, также для улучшения вообще психоэмоционального состояния в целом. Следующий способ использования эфирных масел – это массаж. Значит, массаж, что здесь нужно помнить, да, что опять-таки масла у нас очень сильные биологически активные вещества, вот, и поэтому ни в коем случае массажные воздействия не должны быть сильными. То есть, как правило, массаж с эфирными маслами, он очень легкий, очень мягкий, очень деликатный. Если вы пришли к массажистке, она вам делает массаж с эфирными маслами такой достаточно жесткий, да, то есть, как классический массаж, когда все разминают, там все перекручивают мышцы, вот, то это неправильно, то есть, лучше так не делать. Вот, то есть, лучше достаточно аккуратно пользоваться эфирными маслами при массаже. Значит, для массажа обычно берется 7-8 капель эфирного масла на 30 мл базы. Вот, это для общего массажа. Значит, если вы не имеете возможности делать общий массаж, соответственно, вы можете сделать себе массаж по точкам, для того, чтобы, ну, допустим, да, вы устали, и вам нужно быстро привести себя в какое-то хорошее эмоциональное состояние. Вот, вы можете сделать такую вещь. Вы можете взять 1-2 капли чистого масла, если эти масла не из кучи, например, вы можете взять какое-то цитрусовое масло, вы можете, например, взять масло мяты, да, если оно вам нравится, вы можете взять масло лаванды, вы можете взять масло сандала, масло ладана, и буквально одну каплю нанести на кончики пальцев, вот, и нанести на область биологически активных точек. Значит, какие у нас есть биологически активные точки, да, ну, на лице. Это точки около крыльев носа, это точка, область третьего глаза, да, середина лба, это область основания шеи, так, и что еще, это область за ушами, и это у нас затылочная ямка, да, то есть вот эти вот точки мы наносим, да, еще у нас есть точки на запястьях, на которые мы можем внести эфирные масла. Вот, также из чистых масел я еще забыла сказать, что можно спокойно наносить на кожу масло чайного дерева. Вот, то есть по этим точкам мы можем поработать, допустим. Вот, также можем нанести масло на проекцию органа, вот, разведенное в базе, ну, как бы это тоже уже отдельная большая тема. Так, следующее у нас это обертывание. Значит, обертывание, как правило, используется, если мы хотим укрепить кожу где-то на бедрах, на ягодицах, на животе, да, подтянуть, если мы хотим снизить вес, убрать объемы какие-то, вот, если мы хотим поработать с целлюлитом, вот, то такой очень эффективный способ – это обертывание. Значит, обертывание, как оно делается? Можно делать обертывание на масле, можно делать обертывание на глине, то есть тут у нас два варианта. Значит, если вы хотите сделать дополнительное какое-то согревающее воздействие, да, то, пожалуйста, вот, оно усилит эффект обертывания, то есть можно дополнительно обмотаться пищевой пленкой, допустим, полежать под одеялом, вот, либо можно потом сделать массаж, вот, но дополнительные воздействия согревающие не рекомендуется, если у вас есть какие-то гинекологические заболевания или есть проблемы с венами, соответственно, если этого ничего нет, то можно делать согревающее дополнительное воздействие, да, то есть обматываться пищевой пленкой и потом полежать просто или походить. Значит, как мы делаем обертывание? На 30 мл базисного масла мы берем 7-8 капель эфирных масел. Соответственно, если мы работаем с целлюлитом, это у нас цитрусовое масло, это масло корицы, масло гвоздики, масло розмарина мы можем использовать. Вот. Так. Продолжительность такой процедуры, соответственно, где-то 20-60 минут, соответственно, мы берем масло, смешиваем с базисным маслом, наносим на себя, обматываемся пищевой пленкой, ну, как бы здесь все понятно. Вот, потом масло смывать не нужно, просто оно впитается до конца, можно одеваться уже и заниматься своими делами. Вот. Если вы хотите усилить эффект, вот, то можно еще дополнительно что-то активное поделать, вот, да, дома, например, вот, например, там попылесосить или пойти на тренажер, да, на какой-то, то есть дополнительно еще позаниматься физкультурой. Вот это усилит эффект. Вот. То же самое глина. Берем глину где-то, ну, зависит от того, вот какой объем, соответственно, у всех проблемные зоны разные. Вот. Ну, где-то обычно это, ну, 3-4 столовые ложки глины. Разводим водой до консистенции сметаны глину, вот, и наносим, и капаем туда эфирные масла, все это размешиваем, и то же самое наносим под пленку, либо, соответственно, без пленки, то есть, как у вас здоровье позволяет. Вот тоже на 20-60 минут. Так, следующее у нас, следующий способ у нас это ингаляции. Вот ингаляции делают, соответственно, при простуде, при каких-то проблемах с голосом, с горлом. Делаем следующим образом. Ну, берем классический, да, способ. Берем какую-то кастрюльку, емкостью литр, допустим, вот, на дно этой кастрюльки мы сыпем соду, пару столовых ложек, и на соду мы капаем, если мы только начинаем, если мы никогда ингаляции с эфирными маслами не делали, то мы капаем одну-две капельки эфирных масел. Вот, заливаем кибетком, закрываем глаза обязательно и дышим, да, вот, ну, лучше под полотенцем. Но достаточно быстро у нас спаряются эфирные масла, поэтому дышим где-то, ну, 2-3 минутки, 2-3-4 минутки. Так, что еще? Ну, всеми любимая аромалампа, в принципе, аромодиффузор, да, они у нас тоже относятся к ингаляциям. Вот, значит, как пользоваться аромалампой? Нас больше всего в России любят аромалампы, аромодиффузоры пока еще не очень у нас прижились. Вот, аромалампа делается следующим образом. В чашку аромалампы мы наливаем воду, вот, ставим вниз свечку, вот, и капаем 5-6 капель эфирных масел. Это у нас на комнату где-то 15-20 квадратных метров. Вот, перед аромалампой мы проветриваем помещение, соответственно, потом мы окна закрываем, и при закрытых окнах у нас аромалампа горит где-то час-два часа примерно. Вот. Так, что еще? Значит, очень важно правильный выбор аромалампы, да, то есть, смотрите, да, старайтесь, чтобы аромалампа у вас была, у нее была чашка размером с небольшой блюдце, вот, и расстояние от чашки до свечки где-то 10-12 см, тогда это будет оптимальная аромалампа, потому что продается очень много неправильных аромаламп, да, с маленькой чашкой, вот, иногда они очень высокие, то есть, высокое, там просто тепло свечи, оно не достанет до масла, соответственно, если она будет очень низкая, с маленькой чашкой, то эфирное масло очень-очень быстро у нас улетучится. Вот. Так. Ну, в принципе, по основной части, да, все, что я вам хотела рассказать, я рассказала. Так, если есть какие-то вопросы, вы можете написать их в чат, и я на них сейчас отвечу. Вот. Я старалась вам за этот час дать максимум полезной и интересной информации. Вот. И если появятся еще вопросы после сегодняшнего семинара, я оставляю свои контакты. Значит, мой e-mail колк 2010 собака Яндекс. Так. Скайп Галина и Феройл. Вот. И, соответственно, моя группа ВКонтакте. В каком магии масел? Так, сейчас я открою вкладочку «Вопросы» и посмотрю, что вы мне написали. Так. Для применения вовнутрь какие параметры масел, какое максимальное количество. Значит, Наталья, смотрите, да, там, где я давала список рекомендуемых компаний-производителей эфирных масел, вот эти вот все масла, да, их можно применять внутрь. То есть все они являются терапевтическими. То есть, соответственно, если вы знаете, что это масло для профессиональной ароматерапии, то такое масло можно использовать внутрь. В целом, общее правило, мы принимаем внутрь те масла, если растение, из которых оно сделано, мы тоже принимаем в пищу. То есть, например, масло мяты, масло розмарина, цитрусовые масла, масло лаванды, вот эти вот все, да. То есть, если мы едим это растение, соответственно, мы можем принимать внутрь это эфирное масло. Вот. Так. Максимальное количество, как я уже сказала, это 3 капли, да, то есть 3 капли в сутки. Допустим, если вы делаете какую-то чистку, например, если вы делаете чистку печени, вот, чистку печени очень эффективно делать эфирным маслом лимона, вот, вы берете 3 капельки масла лимона, капаете их в какой-то графин с водой стеклянной, конечно, не в пластиковый, вот, на полтора литра воды, вот, все это взбалтываете, в течение дня выпиваете, да, то есть это у нас будет чистка печени, вот, 3 капли это максимально, вот, кроме экстренных случаев, когда, допустим, да, мы чем-то отравились, то есть, если мы используем масло, допустим, тошнота, там, рвота, отравление, да, то здесь можно дозировку увеличить. В таких случаях мы используем масло фенхеля, до 7 капель можно его использовать. Вот, все остальные масла, ну, не рекомендуется использовать больше 3 капель в день. Так, значит, смотрите, Галина, смотрите по поводу того, какие фермы используют внутрь, я уже ответила. Значит, если продавцы говорят, что только наружные применения, то это говорит, скажем так, не в их пользу. Соответственно, если говорят, что нельзя детям, если только наружно, внутренне, в коем случае, то это прежде всего говорит о качестве эфирного масла. То есть, это эфирное масло не очень высокого качества. Старайтесь найти такое, у которого допускается именно внутреннее применение. То есть, это будет о масле говорить только в его пользу. Так, в Чехии у кого я училась? Я не в Чехии училась, я училась у Карела Хадека, он приезжал к нам в Москву, вот, поэтому я проходила его семинары. Так, значит, какие масла для снижения веса вовнутрь и сколько капель? Значит, Наталья, я рекомендую все-таки не внутрь, лучше делать обертывание для снижения эффективности. Активно делать обертывание либо на глине, либо на масле, именно под пленку, на область талии. Ну, понятно, что ягодиц и бедра будет не очень удобно обматывать пищевой пленкой. Вот, если у вас не получится, сделайте хотя бы на область талии, на область верхней части живота. Да, значит, какие здесь масла? Значит, берете где-то на одно обертывание 4-5 капель любых цитрусовых масел, лучше грейпфрут, либо лимон. Вот, и 2-3 капельки каких-то масел, специй, например, это будет корица, это будет имбирь, это будет у нас гвоздика, то есть вот эти вот масла. То есть комбинируете цитрусовые и комбинируете специи. Вот, и очень интересно, до процедуры, да, допустим, перед тем, как вы делаете обертывание, померяйте себе объем талии, вот, до, померяйте себе объем талии после. Вот, значит, нужно такие обертывания делать через день, через день где-то в течение, ну, в течение, допустим, 2-х недель хотя бы, да, и тогда вы уже сможете оценить эффект. Вот, внутрь, ну, можно и внутрь, можно внутрь попить масло лимона, почистить. Печень, в принципе, это никому не повредит, вот, но лучше я рекомендую обертывание, то есть это такой самый-самый эффективный, самый быстрый способ, когда нужно сбросить вес. Так, по поводу стикса я говорила, я не очень доверяю этой компании, именно потому что раньше стикс продавался с вот этой маркировкой, да, оранжевый квадрат с черным крестом, то есть, ну, как бы сами австрийцы, они маркировали это масло, что оно не для цели ароматерапии, вот, а для средств бытовой химии скорее. Вот, но сейчас, к сожалению, как я уже говорила, когда эти масла приезжают в Россию, эту маркировку заклеивают, переклеивают, вот, и пишут, что эти масла для цели ароматерапии, вот, хотя у меня большие сомнения в том, что эти масла являются натуральными. Вот, они не отвечают всем критериям натурального эфирного масла, к сожалению. Вот, хотя, ну, как бы стоимость достаточно высокая, но в данном случае эта стоимость не является показателем качества. Так, если какие-то еще вопросы есть, то я готова на них ответить. Так, если вопросов больше нет, тогда, тогда я думаю, что это не последняя наша встреча. Вот, я буду проводить еще курсы, вот, по использованию эфирных масел в различных сферах нашей жизни. Так, и тогда я прощаюсь с вами и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok